Ты любишь Ты ненавидишь, есть и ложь, не врешь, но сочиняешь Ты будто дерево растешь, когда во сне летаешь Ты хочешь видеть каждый след и сам всего дознаться Когда тебе 12 лет, когда всего 12 Когда тебе 12 лет, и есть поступков жажда Тебе готовы дать совет сто миллионов граждан Мальчишка мой, сынишка мой, мой друг и сочинитель Пускай ты спутал жизнь с игрок И всех сюжетов нити со всех концов, со всех сторон К тебе стремятся властно И каждый клен, как будто трон И жизнь, как день, прекрасна И жизнь, как день, прекрасна Солнце встало над безмятежной землей И своим ярким сиянием благословляло мирный городок А лучше, мирный аул Да, я б так и написал, если бы умел сочинять книги И про Тома Сойера бы написал Только еще толще, чтобы дольше можно было читать И про весь наш пятый Вон он, кстати Только что же это не так рано? Сколько же времени? А, ну ладно, успею А вот Алма всегда отдельно Правда, она и живет чуть в стороне А это старший брат Нурлана, наш бухгалтер Нурлан говорит, что он отчет финансовый составляет Ну неужели в уме? Я вот в уме куда хуже считаю, чем в тетрадке Это отец нашей Катеши, дядя Какай Он недавно приехал в наш аул Их, похоже, снимают на доску почета Я видела, там не было двух фотокарточек Мою маму тоже снимали Это давно, когда я еще был в третьем классе А это мой брат Тома Сойера тоже был брат, Сид Теткин любимчик Ну а это топает сестренка Рушан Она в этом году кончает десятый класс, поэтому задается Том знал, когда учитель зовет его полным именем Это не предвещает ничего хорошего Ну, сэр, а сегодня почему вы изволили опоздать? Том хотел было соврать, но в эту минуту В глаза ему бросились длинные золотистые косы Которые он сразу узнал благодаря электрическому току любви Я остановилась на улице поболтать с Геккель Берифином Снимите куртку Рука учителя трудилась, пока не устала Теперь ступайте и садитесь с девочками И пусть это послужит вам уроком Ты почему не собираешься? Хочешь, чтобы опять маму вызывали за твои опоздания на уроке? Замамбек, я тебе говорю Ты что, оглох? А можно повежливей Тут культурные люди на вы разговаривают Между прочим, старше с младшим Я вот тебе покажу, как они разговаривают Еще учить будешь Ну, живо, живо Замамбек Сейчас звонок прозвенит Опять учебники с вечера не собрал Сколько раз я тебе говорила Когда все это кончится? А сит на что? Какой еще сит? Опять читал что-нибудь не по программе Ребенка приучают портфель ему складывать Докатился и не стыдно А ты меня не заставлял, когда я был маленький? Портфель за меня собирать? Только уж не ври, пожалуйста Том Сойер всегда делал только самое главное в жизни На мелочи у него не было времени Верно, врать сит? И паровозик мне не клади Он мне будет без надобности Вот так Нет, честное слово я маме скажу Жалко только она опять будет расстраиваться Вот всегда у нас так Придется мою сестру Раушан сделать теткой Полли У нее был точно такой же характер А кто же будет моей подружкой Бекки, а? Тут надо хорошо поразмыслить На нее немного похожа катеж наша сандружинница Жуткая чистюля По три раза перед уроком на наши ладони смотрит Хорошо ли вымыты Может она Бекки? Здравствуйте 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 Садитесь Ребята, сегодня у нас гости Они снимают кино Рядом со мной Ирина Павловна, ассистент режиссера А с ней молодой человек Он фотограф Аубакиров В нашем райцентре сейчас идут киносъемки И эти товарищи приехали, чтобы отобрать для съемок Ребят Ура! А как будет называться фильм? А где будут снимать? Прямо у нас в ауле А сколько надо, ребят? О чем фильм? Меня возьмите! Меня! Меня возьмите! Тихо, тихо, ребята Прежде всего нам нужно уточнить главное Нам нужен один мальчик и одна девочка Ху! Тут должен быть такой желтый камень Похоже на... Ага, вот он Что-то никого не видно Неужели опаздываю? Да нет, не может быть Достаточно А я еще могу Хоть целый день могу Молодец, Бибигуль Ты уже всем доказала, что лихо умеешь плясать Отлично Хватит, видели? Садись Теперь моя очередь Тебя как зовут? Алжатом Валиевым И что же ты умеешь? Все, я все умею делать Посмотрим Давай, покажи Так все умеют Неправда, колесо не все умеют Больше всех валился и первый провалился А у нас много таких спортсменов А сниматься ты хочешь? Не знаю Ну, садись, если так Садись Вон того, Стриженова Остроглазова А, того мальчика? А как его зовут? Что, на задней партии? Да Куат Сеитов Иди к нам Так, ты нам расскажи сразу Что тебя увлекает? Вот ты помнишь, мы были в театре Что тебе там больше всего понравилось? Я прочту про художника Понятно Он хочет прочесть стихотворение А чье? Поэта Мартынова Очень хорошо Давайте послушаем Художник писал свою дочь Но она Как лунную ночь Уплыла с полотна Хотел написать он своих сыновей Но вышли сады А в садах соловей И дружно Спокойно, спокойно Ему закричали друзья Нам Нет Всем непонятна манера твоя И так как они не признали его Он решил Решил написать Решил написать он Себя самого И вышла картина На свет Из-за тьмы И ему все закричали Это мы Заводай, Кесенов Почему ты опаздываешь? Ворваешься в класс Что это все значит? А ну-ка иди сюда Иди, иди Объясни нам свой поступок Давай познакомимся Дверь была заперта Я разбежался, открыл И все А вы кто? Как это кто? Это Ирина Павловна Иди сюда, что место Почему ты собственно Собственно задаешь вопрос Я ищу маленьких Талантливых артистов Ты хочешь сниматься в кино? Не, я не хочу Почему? А потому что в кино Все неправда И потому что в кино Все Все делается понарошке Я думаю, что ты ошибаешься А сам что ты умеешь делать? Он умеет рисовать Вот как Ну нарисуй нам тогда Что-нибудь Он меня рисовал С фотокарточки Было очень похуже Честное слово Все узнавали Это не его рисунок Ой, почему Я же не отказываюсь Это, наверное, марсианин А может быть, ты себя так видишь? Роза Тогда нарисуй меня Вот, пожалуйста Спасибо Надеюсь, этот цветок Еще не очень увядший Что-то он на тебя Будто бы склонился Ну почему? Вы ведь не такая уж старая Хотелось бы думать Может, вы обиделись? Ну что же Ведь ты меня представляешь Цветком Каким только? Шиповником Не обижайтесь Из него делают витамины Ну хорошо, хорошо Замонбек Садись Завтра приведешь мать Мне надоели Твои ежедневные опоздания И всяческие выходки Вот же она Кто? Катюш? Подожди Мы же с утра Видели тебя в школе Куда ты девалась? Мы тебя ищем Ты просто вылитая Азра в детстве Все-таки мы тебя нашли Это то, что нужно Да У нас большой Исторический фильм Ты ведь любишь кино? Вот Будешь сниматься В Сочи И в Ялте И где она еще? В Адлере И один объект В Адлере Ладно, ты Том Ягека Остальные Бекки Джо Я тебе их потом покажу Ну они-то сами Будут знать, кто они такие? Как думаешь Что ей там говорить? Можно и сказать А может, не обязательно? Кто захочет быть индейцем Джо? Он ведь убийца Хм Кого назначат Тот и будет Ну вот он назначит Ты кто такой, чтобы назначать? Тоже мне начальство Бухгалтер гоняет А весной он петуха задавил Может он и есть Джо? Может и есть Для злодея петуха, конечно, маловато Но он, может, еще на кого наедет Тогда будет в самый раз Да вот он на нас чуть не налетел Ты бы не отскочил Он точно был бы индейц Джо Хм Ты-то первый Как курица шарахнулся Я в таких случаях Как стена Меня все объезжают Кластун ты, а не Том Сойер Том Сойер тоже знал себе цену Ну, когда, понятно, покоя просят Постранствовал я и вернулся в аул Вспомнил про ту девчонку Которой я раньше нравился Увидел я ее на танцах Спрашиваю, кто, мол, такая В малиновом берете Вроде я ее знаю Разглядел получше Точно, будто она Она вся встрепенулась Тоже вроде признала У нее муж генерал Он, понятно, не понимает ничего Спрашивает, а такая-то А он точно И она моя, говорит, жена, знакомьтесь Я так и обмер Как же думаю так И такое зло меня взяло Пыльник в руке держал, бросил Он молчит Ну, а что делать Поворачиваюсь уходить А она стой, кричит Тут, понятно, я подошел Помню, как сейчас Ей-богу Ну, и сразу так и так Полюбил, мол На всю жизнь мою Это вы про Татьяну и Евгения Онегина рассказываете? В стихах надо А так неинтересно Неинтересно, говоришь Моя жизнь неинтересна Какая же это ваша жизнь? Ну, хорошо, хорошо Спорить нам не нужно И так уладим разногласия Ты меня еще мало знаешь А как только подружишься со мной Возражать не станешь И чего только Чего со мной не бывало Сынок Сынок Какой я вам сынок? А лжас, как ты со старшими разговариваешь? Тебе не стыдно? Ну, что ты скажи мне Понимаешь во взрослом разговоре Еще и рассуждает Поди-ка Пожалуйста Да, так, значит, она мне и говорит Я, говорит, другому отдана И буду ему верна Порядочная, значит, женщина Я бы так сказала Раз замужем, чего уж тут А вы тоже не сдержали себя Это точно Ты-то давно вдов, слышишь? Что обо мне? А мальчонка у тебя ершистый И сразу видно, давно без отца растет Кто же будет моей Бекки? Почти все нашлись И она нет И надо же было Тому влюбляться Теперь вот мучайся Почему-то как девчонка Так обязательно сложности Думай, вот теперь ломай голову Вот только как она узнает Что я в нее влюбился Или это не обязательно ей знать? Да нет, наверное, обязательно Том с Бекки даже помолвился Значит, мне тоже придется Да, влюбиться же еще надо Ну, это если есть воля Можно себя заставить Обыкновенное самовнушение Например, ты говоришь себе Мои руки тепло, тепло, горячо И так раз сто или двести И твои руки на самом деле Становится горячо А если на доске написать? Нет, это хуже Да еще класс будет над ней смеяться Записка куда надежнее Но ведь и записку могут прочесть А я тайнописью Перевернутыми словами Так, конверт и бумагу Куда Рушан прячет конверты? Я тут уже с письмом Интересно, кому это она? Мальчишки какому-то А, это тому, с которым она в лагере познакомилась Ха, дуреха Кто ж так пишет? Смех да и только Да что вообще? Научишься ты когда-нибудь вежливому обращению Учу и учу Ты зачем чужие письма читаешь? Я же не знал, что оно твое А книги мои зачем берешь? Я свою искал про Тома Сойера Ты его уже целый год мусоришь А по внеклассному чтению книжки лежат, как лежали В школу ты, конечно, опоздал А вот и нет У нас сегодня первого урока вообще не было Вечно вам везет Роза Апай заболела? Нет К нам приезжали выбирать мальчика и девочку Для того, чтобы сниматься в кино Ну и кого выбрали? А вот и никого Правильно сделали Я давно заметила, в вашем классе одни бездарности Это у нас бездарности? Да ваш-то класс тысячу раз бездарней Помолчи Кстати, маму завтра вызвали в школу Ты ей передай В кино, может, меня берут Врешь ведь, чувствуешь, что врешь Ну ладно, брысь Мне к экзаменам готовиться нужно Ох, у нее экзамены Я все об этой помолвке В книге все вроде бы просто Том спросил Слушай-ка, Бекки, была ты когда-нибудь помолвлена? Нет А хотела бы? Пожалуй А как это делается? Моя Бекки тоже должна спросить меня об этом И тогда я ей рассказываю Ты просто говоришь мальчику, что никогда ни за кого не выйдешь замуж Только за него И потом вы целуетесь Тут я насчет помолвки и скажу А потом все пойдет, как по книжке Обязательно нужно, чтобы она меня спросила Тогда я ей все объясню, и мы помолвимся Да, зачем-то я взял зеркало А, для тайнописи Письмо с перевернутыми буквами Писать нужно сейчас Утром полон дом людей Да еще начнут выяснять, зачем маму в школу вызывают Писать-то писать А вот кому? Я-то ведь не знаю еще, в кого я влюблен А, ладно Напишу, а на уроке решу, в кого А когда решу, кто моя Бекки Тут же передам ей записку, точно Ну, а что писать? Надо же как-то необычно, чтобы она удивилась А как необычно? А если так? Я тебя люблю Точно Я тебя люблю Удивится или только обрадуется Наверное, и то, и другое Ребята узнают Учителя, родители Этого ведь не скроешь Да и зачем скрывать Когда я первый раз часы на руку надел Которые мне папа подарил на день рождения Все сразу заметили, весь класс Так и это Быть помолвленным Ха, это же так здорово Но вот с кем? С кем? Сейчас надо бы влюбиться Тогда бы она, может, и приснилась Я же хотел себе приказать Раз сто или двести А ладно, завтра Спать очень хочется Но завтра уж непременно влюблюсь Хватит отлынивать Воля все-таки На что-то дается человеку Уй ты! Инди Джо! Берегись! Хватит 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 Сп agenda Победа КОНЕЦ 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 Том, в задумчивости. И не опоздал сегодня. Мамаша-то велел прийти, зауч ее ждет. Я его сейчас видел, сердит и жуткое дело. Какой ты гек, Финк? Предатель ты, а не гек. Ты что, шуток не понимаешь, что ли? Не сбивай, я себе приказываю. А вон и правда он идет. Сейчас спросит, мать привел или не привел. Тебе, пожалуй, лучше смыться. Тебе, пожалуй, лучше смыться. Беки. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня мы займемся натюрмортом Предметы здесь выставлены Самые простые Бутылка из-под лимонада, яблоки Предметы эти не плоские, они имеют объем Будем учиться передавать этот объем на бумаге Сперва карандашом, потом краской Вы уже знаете, что делается это При помощи света тени Белизну бумаги мы примем за самый яркий свет Но окраска потом Сначала нужно построить композицию Ребята, потише Натюрморт должен иметь свой Композиционный центр У нас это бутылка от лимонада Заманбек Заманбек, потише, пожалуйста Аян, и тебя это касается У нас это бутылка от лимонада Она в композиции самая заметная Ее надо прорисовать особенно тщательно Предметы не должны повиснуть в воздухе У каждого натюрморта есть первый и второй план Что у нас на первом плане? Яблоки Их вы тоже должны хорошо и точно прорисовать Сейчас яблочко попробуем Не все из реальной жизни Можно переносить в искусство Нужен строгий отбор Успокоились, успокоились, дети Смотрите сюда и заканчивайте рисунок Обратите внимание на перспективу Ножки стула у многих Нарисованы неверно Складки драпировки мягкие Линии плавные Здесь нет острых углов Шумно, шумно в классе Ты чего? Ну чего ты меня ногой толкаешь? Ну, как? Да иди, бежи Еще толкнешь, учителю вхожу Мешаете работать Мне обязательно назвать фамилии? Или те, к кому я обращаюсь, меня услышат и так Слушай, передай катеш Кому? Катеш Катеш Возьми Кому? Тебе, тебе Тише в классе, тише Дай Тише в классе У тебя есть зеркало? Нет Дай Зеркало Зачем? Надо, говорят Ух ты Почему нет рисунка в карандаше? Где рисунок? Почему взялась за кисть? Ничего Забыла Где рисунок? Забыла В чем дело, Асхат? Они письмо получили шифрованное, как у Штирлица Что? Что за письмо? Почему на уроках пишут письма? Дайте сюда Я не писал Передай сюда письмо Вот это? Я жду А все равно ничего не поймет Что за каракули? Кто писал? Заман Бек Это твои художества? Только не притворяйся, что ты ничего не знаешь Продолжаем Обратите внимание вот на эту линию Это край драпировки Она закрывает спинку стула Ура! 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 Катеш, Катеш, ты ничего мне не сказала, а ведь я выбрала из всего класса тебя, а не другую девчонку. Думаешь, это легко было выбирать? Конечно, больше мне писем не пиши. Но мы же должны с тобой дружить. Том и Бекки ведь тоже дружили. Не было на свете ни Тома, ни Бекки. Все это только одна выдумка писателя. А ко мне не приставай больше, обходи меня за километр, ясно? Что, по-твоему, это в фантазии только? По-твоему, в книге все наврали? Почему же учителя не предупреждают, что в книге все вранье? Они наоборот говорят, найдите себе любимого героя, берите с него пример. Я и нашел Тома. Я же тебе сказала, не подходи ко мне, а то знаешь что. Катеш, я не буду подходить к тебе. Ну, все же, Катеш, я хочу с тобой дружить. Неужели длинноногая цапля тебе не надоела ходить одной? Слышь, Катеш, Катеш! Тепло, тепло, горячо, да внушался. Теперь вот обратно нужно себе внушить, а не внушается. Хоть до тысячи раз повторяй, никакого толка. И что я действительно привязался к этой Катеши. Гек, заметил, видно, что я к озеру пошел. А этот бухгалтер Джо все утро нарушает природный баланс. Свой-то финансовый, наверное, уже составил. Грустно что-то. Пустой урок, а один не посидишь. И тут как за партой. Сейчас насчет Катеш начнет. Слушай, Заманбек, что ты такое написал? Сегодня всем глазом читали, никто ничего не мог разобрать. Что-то непонятное. Не получается из тебя, Гек Финн. Вот что понятно. Да ладно! Нельзя же так играть без передышки. Любая игра надоест. Мальчики, покатаемся на лодке? Спасибо вам. А ну-ка, брысь отсюда. Я вас покатаю. Брысь! Вы не лодочник? Давайте садитесь. Что вы делаете? Это ведь Джо. Пошли, пошли отсюда. Вас Джо зовут? Аспана. А вас? Ирина. Бывает. Какой я лодочник. Я финансист. Здесь в совхозе работаю. Понимаете? Красота-то какая. Ирина. Эй, мальчики! Подойдите кто-нибудь, вденьте мне нитку. Не можем, у нас пустой рог кончается. Это же я, не видишь? Пошли за мамбек. А, внучек, ну-ка помоги своей бабушке. Тороплюсь. Так это же быстро. Такие ушки стали делать. Раньше-то помнится, были куда шире. Попаду сходу подружиться со мной, Катеш. Не попаду, нет. Ты что там приговариваешь? Колдуешь, а? Фу ты, голка такая скользкая. Волноваться не надо, торопиться тоже. А я не тороплюсь. Ну так что ж тогда, а? Хе-хе-хе-хе-хе. И не волнуюсь. А-а-а. О, порядок. Ой, спасибо. Вот они, глазки молодые. В раз увидели. А я-то старый, все вокруг да около. Да, милый? А ты за это вместо мамы в школу сходишь. Зауч вызывает. Вместо мамы? Можно и пойти. Только обязательно сегодня крайний срок. КОНЕЦ Катеш! Отстань! Ну, Катеш, я же не подхожу, я в кино приглашаю. Я сказала. Что пойдёшь, да? Два на приставные. Она говорит, что свободных мест нет. Пошли лучше. Может, по телевизору чего-нибудь хорошее есть. Я так и знала. Приглашаешь в кино, а не можешь купить заранее билеты. Тоже мне. Ну, кто ж знал. А тебя, длинноногая, могли бы пропустить? Напрасно ты в кассу не сунулась. Таких длинных, я видел, пропускали. У нас такие фильмы крутят, получше, чем в райцентре. Куда им до нас? К нам ездят, честно я вам говорю. Здрасте, Лена Павловна. А ты почему назад идёшь? А ты маленькая. Ну что, ты с нами-то? С нами везде пройдёшь. Раз, два и там. О, привет, это ты. Как дела? Привет. Это со мной. Здрасте, это наша актриса. Прошу. Витя, дорогой, ну что, я мальчик, что ли? Пока гвардальный отчёт не сдашь, директор совхоза пускать не велел. Да завтра я ему всю эту музыку сдам, честное слово. Мне сказано одно. Пока квартальный отчёт не сдашь, в кино не пускать. Тихо ты, чего ты кричишь? Я же не один с дамой, понимать надо. Он с дамой, а мне-то что? Да тише ты, глушь неэлектрифицированная. Ты знаешь, что я тебе за эти слова могу сделать? А он с дамой. Ну что ты орёшь? Во всё горло раскричался. Подавился бы ты. Пу! Гуджо! Эй! Заман! Лезь сюда, давай! Началось! Ну слышишь, что ли? Пропустишь сначала, дальше будет неинтересно. Лезь! Отсюда знаешь, как видно? Ну? Ничего, мне здесь хорошо. Котеш в самом центре сидит. С этой, как её. Близь, что ли? Нет. Как всегда, неосторожно. Я же, конечно, видела тебя. Представь. Все твои сократаты, это твой центр, лад, остались с носа. Эй, ложа занята! На галёрке есть ещё одно кресло. Раз. Все сучки взбивали. Шпана. А солидный человек, карабкайся. Журнал не дали? Нет. Раз. Так. Раз. К чё не пускали? Из-за этого, что ли? Кого, меня? Да нет, меня. Что я поцелуев никогда не видел. Может, это всё, скорее бы скакать начали. А чё это я не гек-фин? Ты, значит, томом можешь быть, а я геком нет? Выходит, что нет. Что же мне, с дохлой кошкой, что ли, ходить? Или лохмотье нацепить на себя, да? Не в этом дело. Ну, тогда в чём? А, ладно. Раз не понимаешь, значит, не поймёшь. Много берёшь на себя, и я тебе так скажу. Ты лучше скажи, кто с нами ещё завтра на сенокоз едет. Ну, я, мать. И этот, ну, мамин. Ну, знакомый какой. И твой отец. Не проспишь? Это я-то просплю. Сам ещё всех разбужу. Ты в боковушке спишь? Ага. Я свистну. Вот так. Ладно, только погромче. А то перед утром самый сон. Угу. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Я, когда в России служил, с такими костами в одном ряду ходил. Павлов, бригадир, это такой, у него как колокол, вот такая. А косил, как бог. Бог за день вон до той, вон горы. Неужели до той? А ты думал-ка. Я верю, только, я верю, но ведь он не один вместе с вами шел, поэтому и. А ты, парень, я гляжу, хоть и простой, а больно ушлый. Я с ним в паре не косил. Я только видел, какой он косец. Мне было бы за ним не угнаться. Но ты знаешь, между прочим, я тоже, тоже там не последний был. Пятки мне никто не потресал. В Козьме я секрет знаю. Куда же вы, дядя какой? Вы куда? Дядя какой! Научите нас со лжасом. Эй, лжас! Много накосил? Да побольше тебя-то! Мастер там, ребят, и так не суставит. Эй, лжас! Отпусти его, сынок, раз ты сильнее. Сколько раз я говорил, не называйте меня так, сынок! Какой я вам сынок? Ты что? Неужели уж совсем совесть потерял, что так со старшими разговариваешь? Уйди с глаз моих! Ты тоже могла бы упрекнуть сына не так грубо. И не гнать его, Заман. Верни-ка его, да живее. Угу. Бегом. Алжас! 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 Ты что, дед Финн? Ты что, брось! Плачешь? А хочешь, я тебе свой фонарик подарю? Не хочу. Чтобы он был моим отцом. И чтобы надо мной все смеялись. Почему отцом, Алжас? Он к матери ходит. Она его чаем угощает. Рубахи ему утюгом гладит. А раз сказала мне, сынок, трудно нам жить без отца. Пусть какая-га живет с нами. Не хочу такого отца. Ах, вон оно что! А что же ты тогда убегать со мной не стал? Допустим, я своего родного отца оставить не захотел. А ты ведь сразу убегать отказался. Если уж тебе так этот какая-то не нравится, ты бы убежал без оглядки. А думаешь, надо? Но там ведь с геком убегали. Ты что, забыл это место в книге? Хотя они после этого опять домой возвратились, но все же убегали. А ты косой на меня машешь. Тише. Слышишь? А вдруг это твоя мать плачет? Почему плачет? А я знаю, ты ведь ее обидеть не хотел, да? Нет. Я тоже считаю. Но и взрослых не поймешь, только кто знает. А вдруг этот дядя какая нужен? Ну, очень нужен сейчас твоей матери. Если ей с тобой становится все труднее справляться. Потому что, потому что ты взрослеешь. И не такой, как прежде ласковый, а грубишь всем. Ты это же жеребенок с колокольчиком на шее. А ты, мать, плачет. А я даже испугался. Побежали! Побежали! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Ну вот, ребята, через пять лет и вы окончите школу и разлетитесь кто куда. О, за пять лет можно состариться. Конечно. Семнадцать лет это почти старость. Я тоже так думаю. Лучше быть старым, чем учиться в школе. Ты разве не любишь учиться? Иногда, конечно, люблю. Например, когда каникулы или физкультура. Так ты просто лодырь, Алжас. И вовсе нет. Значит, бравируешь перед классом. Вы это все любите. А вот приготовить выпускникам подарок, выступить перед ними, до этого не додумались. А ведь им было бы очень приятно. Пусть муха спляшет. А ты на руках пройди. Да хватит вам, мальчишки. Лучше споем кором нашу отрядную. А я знаю. Ну, что ты знаешь? У тебя есть какое-то предложение? Да знаю я, о чем он мечтает. Хотите, скажу. Ты сегодня помолчишь, Алжас? Тебя только одного и слышно. Молчу. Он хочет Том Сойера на сцене изобразить. А вы знаете, когда Ирина Павловна приходила к нам в класс, чтобы выбрать мальчика и девочку, то все хотели стать артистами. И все рвались к ней. Вот я и предлагаю сделать спектакль. Вот это да! Капы, ты что? Ну ничего себе! Да. А давайте, это по правде интересно. А то заладили песни да пляски. Надоело уже. Конечно, всего Тома Сойера мы поставить не успеем. Но хотя бы самые главные сцены из его приключений. С Геком Финном и с Бекки Тэтчер. Ну что ж, ребята, это действительно интересное предложение. Я буду Тома! Я буду Тома! А я буду Тома! Ну вот видите, сколько сразу желающих. Давайте выбирать. А кто будет играть Тома? Тома, ребята, я думаю, кто больше подойдет. Учтем все ваши желания. А почему бы не я? А почему не другие, не Куат, не Нурлана? Может быть, ты индейца Джо? Очень надо! Джо это типичный наш бухгалтер. При чем тут бухгалтер? Ну ладно, ребята, мы договорились. Значит, мы приступаем... к репетиции пьесы. Так? Дядя Какай, вы знаете, какая у меня идея? Ой, да кто это? Да это же я, Заманбек. Вы не можете стать у нас режиссером? Ах, Заманбек. А кем, ты говоришь, я должен стать? Режиссером. Да не понял. Знаете, я сейчас спал и подумал, что лучшего режиссера, чем вы, нам не найти. Договорились. Но только утром, ладно? Скажешь мне, что делать. Я когда высплюсь, все могу. Что же вы мне это не ответили? Тома Сойерова читали? Да. Что и том, что за том. Я все Тома читал. Да, насчет меня будь спокоен. Ну, дяди какая, что не спроси, он все знает. Чего я только на свете не перевидал, где не побывал. Завтра утром придешь, мы с тобой поговорим. Завтра. Целоваться я не буду. Как и ты не будешь, если тут написано, черным по белому. Том поцеловал ее в самые красные губки. Ну и что, все равно не буду. А я требую, я режиссер. Дурак-то, а не режиссер. Попрошу без оскорблений. Сами меня выбрали режиссером. А режиссер главнее любого артиста. Так, пусть она у нас играет Бекки. Она с удовольствием будет целоваться с заманом. Дурак. Ты что, на репетиции или где? Начали, слова роли. Давай, я не... Осталось только поцеловаться. Бекки, это не так страшно. Ну, прошу тебя, Бекки. Бекки, пожалуйста. Катеш, тебе все-таки о чувствах говорят. А ты ворон считаешь? Отличница, а простую вещь усвоить не можешь. Без этого же спектакля не получится. Ну, давай, давай, ну. А ты, Заманбек, ну, куда ты смотришь? Стоят, как столбы. Какие же вы артисты? А, вот ты где. А мы уже дома у тебя были. Мама в дорогу тебя собрала, чемодан уложила. Все в порядке. Пошли, машина ждет. Пока. 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 С Томом Сойером у меня не получилось. Есть, конечно, другие книжки и другие герои. Но я, я люблю Тома. А Тому нравится Бекки. Ну, что будем делать? Будем репетировать. Ты любишь звездами дышать и трогать месяц хрупкий. Горишь желанием совершать великие поступки. Ты ненавидишь лесть и ложь, не врешь, но сочиняешь. Ты будто дерево растешь, когда во сне летаешь. Ты хочешь видеть каждый след и сам всего дознаться. Когда тебе двенадцать лет, когда всего двенадцать. Когда тебе двенадцать лет и есть поступков жажда, Тебе готовы дать совет сто миллионов граждан. Мальчишка мой, сынишка мой, мой друг и сочинитель. Пускай ты спутал жизнь с игроком. И всех сюжетов нити со всех концов, со всех сторон К тебе стремятся властно. И каждый клён как будто трон. И жизнь как день прекрасна. И жизнь как день прекрасна.